Для всех нас, пожалуй, этот год проходит под знаком пандемии. Ведь именно она изменила и форматы работы городского телевидения, и его место в повседневной жизни горожан. Короткие сообщения о коронавирусе из раздела «Новости медицины» шагнули на первые полосы всех СМИ, а потом заняли собой все выпуски новостей. Когда нормальная жизнь остановилась из-за карантина, а граждане не могли выйти из дома, жители России стали больше времени смотреть телевизор. Согласно исследованиям, интерес к телевизионному контенту в стране вырос на 35%. Такой рост наблюдается только во время новогодних и майских праздников. Новоуральская вещательная компания не прекращала свою работу за время пандемии ни на один день. Для многих горожан мы стали главным источником информации о жизни города. Кроме того, во время пандемии мы смогли запустить ряд знаковых проектов, которые пришли зрителям по душе. Один из них – это еженедельные прямые эфиры по средам, напрямую о главном. Жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, медицина, политика, социальные услуги – словом, актуальные темы, близкие каждому. Самое главное – общение в формате прямого эфира всегда имеет обратную связь. Все зрители могут позвонить в прямой эфир, а также оставить свои вопросы и комментарии под постом в нашей группе ВКонтакте, где также идет трансляция прямого эфира. Добрый день, уважаемые друзья. Новоуральская вещательная компания, как всегда, работает в прямом эфире. И сегодня с гостями нашей студии мы поговорим об актуальнейшей теме. Конечно, затронем тему COVID-19, без этого сейчас никуда. Также со мной в студии сегодня работает мой коллега Виктор Малышев. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые телезрители. И спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. В формате прямого эфира мы отрабатываем самые важные городские события. 75-летие Великой Победы. Несмотря на самоизоляцию, митинг у Вечного Огня, возложение цветов, оркестры, которые играли для каждого ветерана Великой Отечественной, смогли увидеть все горожане. 75-летие атомной отрасли мы также показывали в нашем прямом эфире. Благодаря НВК Новоурайск смог присоединиться к перекличке атомных городов. Проект «10 песен атомных городов». День знаний. Молодежная премия главы Новоурайского округа также прошли в наших прямых эфирах. Замыкай на дно, ты назад посмотришь в друг, там увидишь в полном свете, сияющий на свете. Пусть цветет дождик, в прошлых летах и внешними, как и пройденный дорог, сумел на великой красот. Еще один значимый проект, который увидел свет в этом году. Проект, организованный к 75-летию Великой Победы над фашизмом, совместно с Новоурайским историко-краеведческим музеем. Он называется «Вспомним всех». Мы показываем имена всех ветеранах Великой Отечественной, которые проживали в нашем городе, чтобы эти имена навсегда остались в нашей памяти. Новости объектива, тематические программы на самые актуальные темы. 14 часов в неделю мы вещаем для каждого жителя нашего города. Всегда интересно узнавать о процессе телевещания изнутри. Да, у нас бывают и смешные моменты, и ляпы, как их называют, которые никогда не войдут в эфир, но они хранятся в наших архивах. В доме? А, у меня. Спасибо большое. Слушай, ты, Ваньке, позволишь сюжет мы сделать? Я ему уже начиталась. Позволю. Хорошо. Из этого инкубатора появились маленькие цыплятки. Им всего неделя. Живут они все вместе. Я загорелая? Угу. Три-четыре. А я губы-то накрасила. Действительно, это та самая ситуация, когда атом рядом. И даже в сфере культуры. Нет, скорее не так. Особенно в сфере культуры. И самое главное сейчас... Я спокоен, я спокоен, я спокоен. Еееее. Символично, что 11-ти классники на торжественной линейке в школе номер 45 встретили учеников первых классов, открыв для них... Даже не знаю, как сказать. Буквы какие-то неяркие. Ура! Все. Телевидение – одна из главных составляющих нашей повседневной жизни. Конечно, кто-то скажет, что интернет давно уже забрал тебе пальму первенства. Однако, как говорят аналитики, обостренной борьбы между интернетом и телевизором в России как таковой нет. Все четко расселись по стульям. Старшая аудитория выбирает телевидение, а помоложе – интернет. Причем, чем дальше в регионе, тем возраст телевизионного согласия ниже, и аудитория моложе. Да, и телевидение сейчас широко представлено в интернете. Ютуб-каналы, группы в социальных сетях, сайты наслегку можно найти на просторах всемирной паутины. Кроме того, именно телевидение в эти непростые времена показывает примеры греющую душу, примеры мужества, силы, стойкости духа, словом, все то, от чего появляется надежда и становится светлее. Всех причастных НВК поздравляет с профессиональным праздником – вдохновения, оптимизма, радости в каждом новом дне. И помните, на Вуральской вещательной компании с вами всегда и только хороших всем нам новостей. Альбина Бабкова, «Объектив. Итоги». Редактор субтитров А.Семкин